Празднование годовщины старта Олимпиады началось в музее спортивной славы, где хранятся артефакты прошедших зимних игр и экспонаты, рассказывающие о достижениях спортсменов и их участии в играх разных лет. Почетных гостей, без которых было бы трудно представить Олимпиаду, встречали волонтеры. После небольшой экскурсии по музею мэр Сочи Анатолий Пахомов поблагодарил Жан-Клода Келли, Рене Фазеля, Жильбера Фили и Дмитрия Чернышенко за огромную поддержку при подготовке проведения игр и вручил им знак признания и почет сочинцев. После церемонии награждения почетный член Международного олимпийского комитета и президент Международной федерации хоккея на льду оставили свои пожелания городу в книге почетных гостей музея. На выходе их ждал сюрприз. Волонтеры провели зрелищный флешмоб, выстроившись на площади флага в виде олимпийских колец. Хочу пожелать Сочи, чтобы он дальше развивался, чтобы мечта, которая сбылась, оставалась живой, чтобы здесь всегда присутствовал спортивный олимпийский дух. Сочи прекрасный город с потрясающей инфраструктурой. Жители смело могут им гордиться. Пусть город отмечает этот праздник ежегодно, чтобы спортивная жизнь здесь всегда била ключом, чтобы идеи ценности олимпийского движения всегда здесь ощущались. Каждый год 7 февраля мы будем приезжать сюда, будем с вами. Мы обещаем, теперь мы даем такое же обязательство перед городом, как Сочи выполнил для заявочной книги. После пожеланий и обещаний почетные гости выполнили ответственную миссию. Знаете, меня переполняет чувство, я не мог даже представить, это больше даже, чем орден. Спасибо Сочи, спасибо землики. В годовщину Олимпиады люди, которые внесли весомый вклад в подготовку и проведение зимних игр, а также ставшие хранителями олимпийских ценностей, сделали курорту еще один подарок. Это четыре символических дерева. Магнолии высажены на всемирно известной поляне дружбы народов в парке Ривьера.